Кевин Круз Это случилось в пять двадцать, промозглым осенним утром. Я, как всегда, направлялся на работу, когда меня остановил полицейский. Притормозив, я съехал на обочину. Догадываетесь, почему я вас остановил? Зачем он так кричит? Наверное, я превысил скорость, мой голос надломился. — Превысили скорость? Он подался вперед, так что поля его шляпы уперлись в верхнюю часть моего окна. Глядя мне прямо в глаза, он сказал, — Вы подлетели ко мне сзади, как сумасшедший, врезались в мой бампер, обогнали и поехали дальше, как ни в чем не бывало. При этом я двигался со скоростью сто километров в час в правом ряду. Я хотел было сказать, что офицер ехал на обычном автомобиле без опознавательных знаков, но это было не так. В зеркало заднего вида я видел большой белый форт с мигалкой на крыше и огромной желто-синей эмблемой полиции штата на двери. Я не мог этого объяснить. Я совершенно не помнил, чтобы задел какую-нибудь машину, не говоря уже о заметном полицейском автомобиле. По-видимому, находясь в полусонном состоянии и всецело поглощенной мыслями о работе, я ехал со скоростью около 130 километров в час. Наткнулся на патрульного, который плелся у обочины с черепашьей скоростью, обогнал его и помчался дальше. Мне очень жаль, офицер. Кажется, я просто отключился. А отключился? Я мало сплю. Знаете ли, работа. Мне повезло, что он меня не арестовал. Но еще больше мне повезло, что я не попал в аварию и никого не убил. Это было 20 лет назад. Тогда я был молодым и глупым. Я был так сумасшедше занят, что продолжал удлинять свой рабочий день и выполнять еще больше дел в течение каждого часа. Я уезжал из дома в 5 часов утра и работал до полуночи. У меня не было времени даже на то, чтобы как следует поесть. Я завтракал кофе и бутербродами прямо в машине, про обед забывал, а ужин проглатывал на бегу. Я выпивал столько диетического Редбула, что вскоре не мог обойтись без этих сине-серебристых банок, как пропащий алкоголик без бутылки водки. Я постоянно глотал этот допинг. То происшествие с патрульным на шоссе стало худшим из всего, что я сделал. Но мироздание и раньше посылало мне тревожные сигналы о том, что ситуация выходит из-под контроля. Например, однажды я уехал с заправки, забыв вытащить шланг из бака. Просто чудо, что не случился взрыв. Жена постоянно твердила мне, ты абсолютно не уделяешь мне внимания. Скоро она стала моей бывшей женой. При этом нельзя сказать, чтобы я был полным профаном в вопросах управления временем. Я читал все бестселлеры на эту тему. Я был мастером в составлении списка дел и ранжировки задач и ответственно занимался этим каждый вечер. Порой у меня был такой длинный перечень, что мне едва хватало стандартного блокнотного листа. Две колонки по 35 пунктов в каждой. Всего 70 дел на день. Теперь я оглядываюсь на тот период моей жизни с ужасом и смущением. К счастью, сегодня я стал другим человеком. Я отец-одиночка с тремя детьми. Каждый вечер я помогаю им делать уроки и через день ужинаю дома. Я посещаю большинство из школьных мероприятий, спортивных соревнований и концертов. Я не атлет, но регулярно тренируюсь и поддерживаю себя в хорошей форме. Один-два вечера в неделю я встречаюсь со своей подругой. Что касается работы, то я управляю небольшой консалтинговой фирмой, пишу по две книги в год, выступаю с лекциями по всему миру и контролирую свои инвестиции в несколько стартапов и коммерческую недвижимость. Я нахожу время и для отпуска. В одном только прошлом году я побывал в Пуэрто-Рико, Канкуни и на побережье Джерси. Провел несколько выходных в Нью-Йорке, а в честь 16-летия своей дочери совершил с ней эпическое путешествие по Испании. Мы посетили Барселону, Мадрид и посмотрели на забег быков в Памплоне. И все это я делаю, вот в чем самое главное. Без стресса, спешки, перегруженности и чувства вины. Я вовсе не чувствую себя сумасшедши занятым и не пытаюсь хвастаться своей сумасшедшей занятостью перед другими. Вы еще не ненавидите меня? Мое отношение к времени и стрессу начало меняться после того, как я стал интересоваться у своих успешных друзей их секретами управления временем. Меня удивило, что никто из них даже не упомянул о тех вещах, которым учат в традиционных книгах по тайм-менеджменту. Вскоре мое любопытство приросло в целенаправленный поиск, и я профинансировал проведение полноценного исследования, чтобы найти корреляции между конкретными практиками управления временем и продуктивностью, стрессом и счастьем. Мы изучили привычки нескольких тысяч профессионалов, но так и не нашли никакой взаимосвязи между обучением тайм-менеджменту и более высоким уровнем продуктивности или более низким уровнем стресса. Полный ноль. Тогда я принялся опрашивать сотни успешных людей, включая Марка Кьюбана и других известных предпринимателей и миллиардеров, олимпийских чемпионов, таких как Шеннон Миллер и лучших студентов. Я сделал шокирующее открытие. Успешные люди не составляют списки дел, не используют сложные техники управления временем и не применяют диаграммы наподобие логических деревьев для принятия решений. На самом деле, очень успешные люди вообще не думают о времени. Вместо этого они думают о ценностях и приоритетах и опираются на правильные привычки. Хотя мне не удалось найти двух людей, которые бы одинаково управляли своим временем, я сумел выделить несколько общих принципов. Я предлагаю вам опробовать их секреты. Кто знает, может быть, они и помогут вам радикально изменить вашу карьеру и жизнь. Кевин Круз. Округ Бакс, штат Пенсильвания.